всем привет друзья и подписчики моего канала с вами Ина сегодня я снимаю видео по работе с акварелью это как бы логическое продолжение того моего предыдущего видео где я делала выкраску на краски моей новой акварельной Винцер Ньютон и сегодня я хочу продолжить вторую часть этого видео сделать где я рисую вот такую вот тыковку но случилась небольшая проблема на самом деле когда я рисовала эту тыковку и записывала видео половина видео не записалась поэтому чтобы снова вернуться к этому видео которое на мой взгляд будет довольно таки познавательным я решила сделать новое видео то же самое буду рисовать тыковки это все к дню благодарения и потом буду размещать эти тыковки и на стоках и на эти и в общем то вам в некоторых деталях порассказываю о моментах работы с акварелью все то чего использую я в работе с акварелью ну скажем так пробегусь вкратце но по некоторым основным базовым моментам и я думаю что что-то для вас будет здесь познавательным напишите что вы думаете по этому поводу и какое будет ваше впечатление от такого плана видео ну что ж сегодня так как не хочется повторять уже прям одинаковая одинаковая работку я взяла даже немножко побольше формат как вы знаете я люблю чтобы бумага акварельная была рваная поэтому тут пока один край только рваный сделаю еще и остальные но пока в общем то хочу сказать сюжет сюжет будет тоже самая тыковка такая осенняя тематика но центральный будет еще и такой фонарик в теплых тонах все будет ну и рядом будет лежать такая осенняя тыковка чтобы не повторяться в принципе разница особо нет большой на чем показывать все равно работка будет миниатюркой и так приступим я буду рисовать и не буду вам рассказывать что я делаю и в то же самое время я буду в то же самое время я буду озвучивать и многие нюансы работы с акварелью и так начинаем вообще то я всегда когда рисую на больших работах я пользуюсь карандашом чтобы накидать основные основные черты того чего я буду рисовать основные контуры если работа сложная и большая то конечно же тут используется карандаш если работа маленькая простая я использую акварель как как и в масляных красках и тоненькой кисточкой я прочерчиваю основные контуры причем беру для этого нейтральную краску например вот обычную охру вот моя палитра кстати о которой я говорила и здесь же у меня телефон если что рядом поэтому если вдруг он как-то будет сигнализировать не отвлекайтесь пожалуйста итак я беру нежный 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 тон разбавленный с водой охры так как потом принципе охру легко будет перекрыть любой краской и на наношу общие черты моей картинки тут неважно сильной большой роли не играет как бы так очень четкое построение мы сделаем вот это будет мой фонарик скорее всего эта работа все же будет композиционная и поэтому тут только части я буду вырезать и использовать для стоков вот как раз та тыковка которую я рисовала она как раз идеально подходит для стоков потому что тут принципе обработки в фотошопе практически никакой не надо это тыковка уже будет композиционная и в принципе я думаю что здесь придется повырезать но зато тут можно будет как отдельные элементы фонарик использовать и саму тыкву и так вообще то вот как я сейчас делаю рисуя контуры акварелью это не классика жанра это уже кому как удобно вы можете начинать карандаши но для работы акварелью очень важно чтобы контуры были слегка легким легким легчайшим нажатием и поэтому выберите самый твердый или средний карандаш то есть чтобы было hb или или аж просто и тогда ваша вы избежите той проблемы что вы сильно надавите потом будет проступать карандашик сверху контуров и вам будет тяжело потом избавиться от этого контур в классике жанра обычно рисуют карандашиком потом когда получает результат который устраивает берут клячку не резинку а клячку это такая мягкая резиночка которая многие художники и узнают сейчас если ее найду ага нашла вот смотрите у меня тут целое большое количество раздвинем резинок да вот эта классика жанра резинка боже какая она у меня страшная по моему ее ребенок вот испортил а вот это вот клячка вот клячка чем отличается раньше клячку использовали как 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 хлеб хлеб вместо клячки был сейчас уже куча синтетических материалов и клячка используется чем она только снимает поверхностную пыль грифеля грубо говоря она не разрушает вам бумагу поэтому клячка для акварели очень незаменимая вещь вы не разрушите бумагу если будете снимать контур грифеля клячкой поэтому как раз для акварели клячка самое то это находка и в общем то сначала рисуются контуры потом добиваешься желаемого результата и после того как результат построение нравится уже можно начинать клячкой снимать вот сильный большой слой грифеля и оставлять еле видимость чтобы было только черты рисунка были понятны для вас и вы могли понять где чего преломляется где куда чего уходит то есть собственно говоря не завалили эту конструкцию которую вы выстроили вот но карандаш чем меньше его видно на рисунке тем лучше вот это у нас уже прорисовалась сама сам фонарик лампочка я потом посмотрю как здесь еще построить но здесь уже будет рядышком тыковка вот видите сейчас рисуя таким нежным нежным тоном он потом спокойно перекроется любым другим тоном то есть принципе сейчас я использую вместо карандаша вот этот вот легкий легкий тон охры это между прочим техника используется чаще всего в масляных красках вот масляных красках чаще всего так рисует но опять же я повторюсь что если у вас рисунок со сложной какой-то конструкции вы не обойдетесь вот этим вот приемчиком этот приемчик только в случае если у вас вообще какая-то легкая легкий легкий рисунок и так давайте с об основном что касается акварели самое главное и незаменимое в акварели это о чем я уже начал говорить в предыдущем видео это конечно же бумага почему я столько времени уделяю бумаге потому что бумага она как ваш помощник в работе с акварелью бумага хорошая акварельная позволяет долго не впитываться в воде и акварели самой и не размекает бумагу то есть вы можете если где-то надо внести дополнительный тон поработать по мокрому вы можете подмыть где надо снять краску и получить блик например то есть бумага вам в этом помощник но и на самых первых порах когда у вас первые работы которые вы не всегда остаетесь ними довольны что-то не получается бумага еще играет большую роль что скорее всего вы принесете это вашему учителю он скажет смотри вот здесь смывай вот здесь ты перенабрала тон вот здесь ты что-то неправильно сделала и когда я ходила вот в художественную школу и студии всякие разные последняя студия в которой я ходила это было в москве при колледже московском художественном и там вот у нас всегда у нас просили носить с собой маленькие губки лучше конечно губка морская но подойдет и обычная которой вы даже посуду мойте но главное чтобы она была чистая предназначена только для цели акварели рисования поэтому губка это было ну как вторая как как резинка и карандаш да конечно я ее терпеть не могла эту губку но я ее должна была носить и вот только ты переносишь тон и иди в раковину там и смывай все губкой и заново так вот бумага если вы смоете губкой хорошая бумага выдержит этот весь стресс плохая бумага этого не выдержит но вот этот вариант с губкой он подходит на учебных работах то есть конечно же если вы рисуете дома и вам все равно вы не не цените сильно бумагу которую имеете вы можете взять другую другую бумагу перерисовать все так как вы считаете нужным но в принципе в школе когда учишься добиваешься на той работе который уже имеешь нужного результата поэтому соль была в чем бери губку и до дотягивай свою работу так чтобы она была приемлема и чтобы она по тональности по всему по всему отражала то что ты рисуешь поэтому собственно губку я не любила но спи на первых порах есть не очень дружила кой взяла очень желтый но ничего мы сейчас внесем то есть если вы не хотите пользоваться губкой есть синтетические кисти которые пожестче вот такая чаще всего как флейт с квадратного квадратной формы кисть да и в общем то вы например даже можете не разрушать вашу работу но где-то вам нужно блик поставить вы взяли водичкой подмыли и уже у вас там заиграла место или чуть-чуть перенабрали тон взяли подмыли то есть не говорю что всю работу надо идти в раковину и вымывать но в некоторых местах умение вымывать акварель работает на вас это тоже как технику можно использовать поэтому бумага здесь имеет очень большое значение я посмотрю если я найду вам ту бумагу которую я использовала в россии и и вполне можно купить в москве и в любом другом наверное городе россии потому что она дешевая бюджетная но она выдерживает вот этот весь стресс то есть специально для школ они предлагали там такая крестьянка нарисована в таком русском платье не помню как она называется но если я вам найду ее я вставлю скриншот вот такую бумагу я использовала в россии не скажу что я ее любила но она позволяла делать все вот эти премудрости все вот эти сложности если вдруг вы чего-то не дотянули перетянули и так далее и тому подобное поэтому обращайте внимание на бумагу бумага вам сыграет как ваш друг на руку если вы учитесь то есть позже когда вы уже научитесь многим вещам и будете уже профессионал бумага будет приносить для вас удовольствие работать на той бумаге который вам нравится более того я заметила что многие люди однажды найдя для себя в ту бумагу которая им нравится больше уже ее не менять то есть они ищут каких-нибудь там других компаний фирм не пробуют ничего вот знают они эту бумагу в своих просто полностью что он от нее ожидать и больше другое не ищет так вот это будет как бы тыковка я думаю что скорее всего я туда на задний фон добавлю еще парочку тыковок а вот здесь мы добавим листики красные будет такая себе композиция хотя в реальности я хотела только одну тыку нарисовать но уже давайте так чтобы не было совсем занудно вот кстати еще вот такой цвет тоже очень нейтральный мы сейчас его сейчас покажу вам поближе мы сейчас его видите вот это вот охра вот это я по ошибке взяла лимонный а вот это вот более уже такой к себе но что-то такое цвета земли и попробую его еще немножечко побольше с водой разбавить и поработать ним так ну вот сказала о бумаге значит свойства бумаги очень важны бумага должна хорошо вымываться дальше когда вы на набьете руку вам уже не надо будет использовать вот это вот свойство бумаги вымывать ее у вас появится новое открытие вы поймете что бумага не только важно чтобы ее вымывать или не вымывать а когда вы работаете быстро бумага должна позволять вам не впитывать воду то есть вы должны успевать по мокрому сделать то что вам нужно иначе будет уже подтеки и будут контуры на тех местах где впиталась краска и уже будет резкий край чтобы акварель была воздушная когда вы рисуете по мокрому вот эти и подтеки вот эти вот резкие краи они нежелательны и только бумага может вам позволить не подержать долгое время воду на поверхности чтобы вы смогли все все необходимые трюки сделать успеть сделать потом она высохнет так как вам это захочется поэтому на любом уровне то ли вы профессионал то ли вы новичок бумага для вас в акварели это очень важно не зря обратите внимание что акварельная бумага стоит дороже всего но может быть разве что пастельная еще тоже стоит недешево вот остальные все ну и последнюю третью тыковку сделаем в сторону более более яркого цвета оранжевого так сразу же и будем то есть и так я контуры рисую чтобы как бы мне карандаш здесь нигде не фигурировал потом я еще подумаю буду ли я рисовать тут надо быть поаккуратнее потому что здесь еще не просох слой буду ли я рисовать контуром скорее всего буду линером имею ввиду вот здесь будет маленькая и маленькая и такая кругленькая ну вот она потекло но это ничего там у нас тоже художник так видел да вот на задний план эту тыковку и она тоже будет иметь вот такой вот хвостик почти вишня получилось но это ничего дальше мы продеть детализируем хорошо про бумагу рассказала про губку рассказала губка лучше как я сказала пористая морская но мы сильно не перебираем и какая есть такую берите далее хотела сказать немножко о построении если вы не хотите сразу изначально разочаровываться в ваших рисунках то есть особо если школой вы не владеете а как-то так сразу хочется чтобы уже рисовал и получалось красиво получать удовольствие от рисования то начинайте рисовать с предметов которые не требуют сильно перспективного построения или еще чего-нибудь например это всегда может быть овощи фрукты это могут быть цветы цветы всегда выгодно рисовать потому что они никогда не бывают одинаковые да и даже если вы где-то что-то неправильно построили то об этом так сказать ваши зрители никогда не узнать да поэтому от всего чего делаешь нужно получать удовольствие рисуйте то что вам вы получите удовольствие это рисовать да не сильно расстройтесь если не так что-то пойдет а ваш зритель скажет какой ты молодец я считаю что вот эстетическое удовольствие от рисования оно должно быть и она очень очень мотивирует надо в дальнейшем продолжать чего-то делать пробовать и каждый раз опытом конечно же получается красивее и красивее то есть вот этот вот мой совет рисовать изначально не сложные в построении вещи те же тыковки никогда не бывают одинаковыми рисуйте себе тыковки они яркие они красивы ну ладно это уже слишком много воды давайте теперь по сути самое главное чего о чем хотела рассказать чтобы как можно реалистичнее нарисовать любой предмет любую вещь тот же самый тот же самую тыковку или еще чего-нибудь вы должны научиться на вещи которые вы рисуете смотреть глазами художника это такая очень широкая фраза что имеется ввиду имеется ввиду что представьте вы ну вот давайте я вам покажу на готовые уже рисунки и вставлю потом еще из книжки 1 1 акварелистки примеры там очень четко по написано и показано вот смотрите вы видите эту тыкву сейчас цветной и понимаете что скорее всего ага художник тут взял потемнее тут посветлее но чтобы хорошо и и точно понять какие то наложить где и чтобы объект заиграл и был объемный вам нужно представить эту же самую картинку но как будто в черно-белом негативе то есть вы должны заранее приступив прежде чем приступить рисовать в цвете вы должны понять где у вас будет самое темное место где у вас будет самое светлое место где у вас будут полутона но представить это лучше всего изначально в черно-белом варианте то есть как будто бы вы посмотрели черно-белую фотографию потому как уже цвет на тон накладывать это уже более сложное поэтому изначально разберитесь где в вашем рисунке самое темное место где самое светлое да и тогда уже туда вот и тогда уже можно начинать подбирать похожие краски по тону то есть изначально надо просто оценить эту этот объект вот так вот с точки зрения где темнее где светлее где полусвет и полутон дальше пробовать цветом и и вообще-то во всех художественных студиях но и школах конечно же есть такое понятие грязаль люди рисуют изначально предметы учатся рисовать в каком-то одном цвете например черно-белом или например только сепии но в основном вот эти два цвета используются черные и сепия потому что или убра тоже можно то есть из коричневых цветов вот эти цвета сейчас я вам покажу вот вот этими цветами чаще всего делается вот этим и черными каким-то я когда это делала сиреневым но это очень грустно и очень тяжело воспринимать для глаза поэтому в самые такие учебные тренировочные работы делаются грязалью чтобы тело видеть что ученик разобрался где в цве и в любом натюрморте в любом предмете самый темный свет и самый светлый тон хотел сказать тот самый темный тон и самый светлый то разбираясь на однотонном монохромном варианте вы уже научитесь потом подбирать тона в цвете и вот вот на художественная школа это чаще всего очень долгие тренировки работы грязалью сначала на тренируешься грязали более того я вам хочу когда-то сказать я как раз в москве ходила на такой курс на рисование рисование предметов стеклянных всяких таких железных все которые дают уйму бликов на и там меня посадили делать грязаль то есть сначала разберись как эти блики работают в черно-белом варианте а потом уже давай на цвет и это очень хорошо сработало я для себя много сделал выводов оказывается я сделала вывод что я даже никогда так сильно не присматривалась к блестящим предметам оказывается нам обратите внимание какие блики на блестящих предметах они же все всегда четки и никогда этом я никогда этому не давала отчет я никогда на это не обращала внимание и только когда я нарисовала грязалью несколько работ они мне уже получились такие к сожалению все работы остались в москве я вам я вам показала но вот как путешествуешь так у тебя ничего за тобой и и не остается грубо говоря но ничего это осталось моей памяти скажем так вот и я хочу сказать что вот я вот сколько уже рисую рисую да а потом села и опять поняла что я много чего не знаю да как живи век учись и поэтому вот тренируйтесь если вам не нудненько да то грязаль это очень хорошее упражнение чтобы понимать как правильно объемный построить предмет далее про техники вот смотрите когда уже человек который рисует разобрался приблизительно натренировал себе глаз видеть где темные места в рисунке самые темные да где самые светлые дальше уже техники того как вы рисуете вы будете это дело использовать либо начинать с светлых тонов и переходить к темным либо наоборот в акварели начинают всегда светлых почему потому что наращивает 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 тон и вернуться уже к светлому нету укрывистости акварельных красок акварельные краски красивы своей прозрачностью поэтому тон наращивается сверху а а самое светлое место определяется изначально изначально вы видите какой самый светлый тон и уже в том месте больше не работаете изначально берете посветлее и утень и затеняете уже самые 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 темные места то есть в акварели мы рисуем от светлого к темному в например в масле вы можете делать абсолютно с точностью наоборот потому что масляные краски кроющие краски чаще всего и вы можете и вы можете всегда вернуться усветлить какой-то кусок затемнить то есть тут можно играться как угодно акварель этого вам не позволит сделать разве что я же говорю вы будете вымывать это про работу с тонами еще хотела вам тоже такой как лайфхак дать да смотрите я так как сейчас полно куча техники да раньше я делала такую вещь в фотошопе например чтобы оценить хорошо когда рисовала серьезные картины надолго да чтобы оценить хорошо где свет светлые тона где темный я брала фотошоп загружала это фотошоп там рисунок изначально который или референс который я хотела рисовать и делала это в негативе в черно-белом свете и смотрела ага как я его построю немножко себе такое общее общее представление имела сейчас на телефонах полно приложений где вы можете посмотреть через приложение любую фотографию в черно-белом варианте даже instagram помещая туда какую-то фотографию вы можете посмотреть как она будет как в негативе она будет вот пользуйтесь этими удобными вещицами которые под рукой рисуйте что-то нет у вас рядом преподавателя который может посмотреть и подсказать возьмите этот вот телефон и попробуйте загнать рисунок в инстаграм и посмотрите на том фильтре где черно-белый вам сразу много чего станет понятно вам сразу откроются глаза на многие вещи на многие не откроется потому что со временем все получится но на многие и откроется станет ясно более более ясней попробуйте рекомендую это что касательно на черно-белом варианте да далее построение снова про построение конечно же поначалу у всех проблемы с построением это понятно вроде нарисовал красиво кажется все ровно вот но сам понять оценить не можешь ровно оно или не ровно очень хороший есть совет и такой способ который я использую по сей день но мне мои преподаватели говорили не злоупотребляй вообще-то глаз всегда нужно свой тренировать нужно чтобы ваш глаз без помощи ничего ничего вообще видел что правильно что неправильно где линия параллельная где линия не параллельная но так как это все со временем с опытом то конечно поначалу можете использовать такую штуку вы берете свой рисунок на каком-то этапе ну например вот рано еще конечно но так как здесь уже есть построение можно его смело брать уже да идешь к зеркалу переворачиваешь вот так как вам показать переворачиваешь его к зеркалу я вам вставлю фотографию как я это делаю да и там одну работку рисовала она там на начальном этапе посмотрите то есть просто переворачиваешь и как будто бы в зеркало показываешь свою собственную работу да и тогда вам будет видно я не знаю как работает глаз почему существует такой какой-то такое восприятие совсем другой когда ты смотришь отражение но я вам хочу сказать вам сразу будет видно даже не имея много опыта там работы в рисовании да много опыта там и набитого глаза вы сразу увидите здесь завалился горизонт здесь не параллельная линия вот видимо глаз воспринимает как-то по-другому что в зеркало более виднее все ошибки чем если вы смотрите вот так просто на работу как сейчас я на нее смотрю поэтому подойдите к зеркалу посмотрите на свою работу какую-то мелочь может не все но вы сможете уже для себя открыть и оценить что а здесь я ошибаюсь каждым разом вы эти вещи будете все больше и больше и больше представляете видеть и даже уже потом воспитаете в своем глазе это и без помощи зеркало но я вам хочу сказать я все равно продолжаю пользоваться этой штукой хотя мне мой учитель говорил вот я бы ему передала привет если бы если бы он меня смотрел мне мой учитель говорил что не привыкай к этому глаз очень хорошо привыкает вот надо свой собственный воспитывать глаз чтобы тренировать чтобы ты могла видеть все какие-то косяки сама без помощи зеркала но я все равно не пользуюсь это удобно поверьте дальше так уже свет нарисовала немножко холодноватый про это тоже поговорю про цвета тени я вам еще хочу сказать друзья вот все о чем я рассказываю это все очень поверхностно это все очень так примитивненько конечно же чтобы тут взяла очень уже сильно конечно же чтобы рисовать должна быть база какая-то но это все скелет на него вы будете наращивать свои знания что-то чуть чуть больше чем обычно правда не какая-то школа нет а просто какой-то костяк который вам даю какие-то полезные может быть советы а вы уже не относитесь к этому как уроку относитесь к этому как каким-то советом на окей и далее о чем хотела поговорить правила колористики тут прям целая наука конечно не буду вам это все сейчас рассказывать да но скажу одну штуку запоминь запоминайте это навсегда это уже закон который знают все художники если мы рисуем свет что-то что-то на свету вот эта часть у нас осветленная да и она у нас теплая вот сейчас она у нас теплая оранжевая да светло оранжевая то тень у нас всегда будет холодная значит здесь будет красный свет да что ж такое здесь будет что-то это потому что американцы не спят ночью да я пишу видео ночью и американцы пишут свои лайки в эти вот значит извините сбилась если у нас на свету все блики все вот это зона освещения теплого цвета то в тени всегда будет холодного значит красный мы берем в 100 ближе к фиолетовому то есть красный или любую коричневый какой как чем вы будете здесь делать тень берем в холодную сторону да если наоборот бывает что холодный лимон он у нас чаще всего холодного цвета да но желтый лимонный да если он у будет у нас на свету холодный то в тени обязательно появится теплый свет значит тень мы рисуем в любую сторону тепло коричневую то есть вот с теплыми холодными цветами нужно разобраться это очень просто ребенок в школе знает да но закономерность работает так чтобы реалистичнее смотрелся предмет на на свету теплый будет в тени холодный на свету холодный будет в тени теплый вот это вот придерживайтесь этого правила это уже доказано всеми художниками наука и так далее и тому подобное ну а так конечно колористике есть уйма уроков есть вот сейчас я буду его затенять но пока я беру еще полутонами поэтому я еще буду наращивать вообще в акварели чем наращиваешь больше тем красивее получается но есть главное правило нельзя акварель доводить до гуаши не надо приводить акварель в состоянии когда уже просто слой на слое это не гуашь и не масло акварель красиво своей легкостью воздушностью и только научившись рисовать вот так вот красиво воздушно вот так вот я не имею ввиду как я вот а вообще в целом только тогда акварель будет красивая так это правило светотени вам сказала тоже еще важное правило в акварели меня учили рисовать так что начинай начинай рисовать с фона я не всегда придержусь вот как сейчас видите я не всегда придержусь этого правила но в чем логика начинать рисовать с фона тем что если вы зададите светлый фон то в принципе можно смело проходить по всему рисунку одним тоном каким-то оно будет смотреться гармоничнее и в принципе все равно в тех местах где вы будете рисовать в этом будете наращивать цвет будет утемняться да а картина вот она будет как бы целостной плюс фон чаще всего не надо делать однотонным то есть получится какая-то иллюстрация из мультиков то он тоже играет своими красками то он тоже можно очень интересно прорисовать вот здесь хотела листья а получилось что я рисую сейчас мы ее исправим вот вот это про то есть что важно когда рисуешь акварель успевать работать по мокрому чтобы заложить фон и у вас не получалось подтеков чтобы получилось довольно таки красиво вот смотрите сейчас покажу вам палитру я перехожу к холодным тонам я даже еще холоднее сделаю сейчас вот смотрите вот этот тон довольно таки видите он идет почти в сиреневый оттенок так вот так как моя тыковка вот здесь еще я даже насыщение возьму это уже сиреневый вот здесь она у меня еще не просохла хорошо бы ее подсушить да уже плывет вот то на свету она у меня теплая то в тени она у меня обязательно будет даже мне больше нравится холодная вот здесь просохла и дает ровный контур еще кстати все равно рисую тень поэтому про тень тоже расскажу запомните особенно в акварели это очень важно и конечно работает на все другие техники но акварель вообще чаще всего не бывает резких теней если вы под ваш рисунок вот здесь под ваш предмет положили вот такой блинчик и четко его обвели то оно кажется как будто блинчик чтобы это была тень она же тень идет от света и свет у нас всегда рассеян значит тень будет в некотором вот здесь месте потемнее а вот здесь она будет плавно усветляться и плавно переходить в остальной фон или то место на котором лежит предмет поэтому тоже не рисовать блины и сейчас посмотрим здесь просохло просохло вот здесь я утемню и тоже пойду холодным вот уже не досохло видите тут надо угадать баланс между как бы просохло и не досохло все и сейчас будем уже уточнять окей значит про это тоже сказала чтобы вы успевали между сухими и мокрыми техниками и работать в этом вам поможет бумага и который если хорошая то не будет впитывать вот видите уже высохла и четкий край получился но ничего я с этим еще буду работать это для меня здесь сейчас не принципиально хочу сначала тыквы красиво вырисовать а потом уже будем к этому фонарику перейдем тут тоже не дорисовала не дорисовала моя проблема всегда была в акварели я всегда боялась взять очень яркий тон хотя рисуя акварелью нужно заранее закладывать эту тыкву чуть-чуть краснее сделать что при высыхании краски станут немножко тускнее и поэтому смелее стоит брать но я как-то всегда была в этом плане не трус но я боюсь и поэтому у меня всегда были работы такие что надо дотягивать 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 и сейчас я иногда делаю так бледненько хотя люблю откровенно говоря акварель яркую если есть возможность сделать яркую надо делать яркую здесь будет покраснее а вот эта тыковка я ее сделаю сейчас еще немножечко оранжево а вот эту тыковку сделаю такую в сторону коричнево-зеленого так вот тут видите я покраснела главное теперь не сделать из нее вишню всегда вот у меня с собой бумага туалетная и я потом обмакиваю кисточку если мне это необходимо так а вот те брызги которые я делала на вот этой работе я покрываю вот эту часть рву кусочек туалетной бумаги да любой бумаги который неровный то есть как попадет если он чуть-чуть попадет на если капли чуть-чуть попадут на контур это ничего это будет даже красиво и покрываю и дальше брызги делаю и потом насыщаю их вот все просто вот так получается особо никакого таланта не надо чтобы это делать ну и что еще вот что хотелось бы повторить о том что посмотрите как сейчас я буду подмывать вот тут мне не нравится что я перетемнила и я буду убирать цвет сухой кисточкой это делаю вот раз уже убрала и я бы вот здесь сделала светлее а уже дальше пускай оно будет такое как есть поэтому вот к чему говорю что порой бумага помогает вот сейчас подмываю потому что мне не нравится вот этот вот резкий край в тени то есть только если очень-очень прямой свет попадает на объект тогда получается резкий тени что характерно для блестящих предметов стекло и так далее почему там такие резкие блики и резкие тени потому что это стеклянный предмет он отражает со всех сторон тыква она поглощает у нее матовая поверхность матовая поверхность всегда поглощает и матовая поверхность дает мягкие блики то есть вот когда мы ходили в художественную школу нам всегда говорили даже рисуешь шар обычный там всякая простота говорили возьми предмет и потрогай его ты должен понимать как этот предмет вообще как он по форме ты должен понимать а матовый он или нет ты должен почувствовать этот предмет но не все можно почувствовать ты конечно рисуешь портрет ты же его не почувствуешь правильно но для детей когда вот учат их учат так что возьми подойди и потрогай предмет тогда поймешь как его рисовать вот поэтому очень важно вот это ощущение ощущение матовый предмет блестящий предмет взрослых с этим проще дети это еще только понимают все вот так нас учили в художественной школе а уже старших нам не говорили подойди по трое вот сейчас я еще немножечко наведу тон вот в этой тыковке которая должна быть немножко грязновато такая зеленая и еще очень важная вещь которая тоже в основном вот такая она у меня будет грязноватая какая-то не очень красивая но она должна нам сделать фон для остальных тыковок и на фоне вот такой вот грязно-зеленой тыквы эти заиграют потому как они ярче так вот о чем я говорила что работу в любой бы технике какой бы человек не рисовал нужно вести сразу всю то есть рисуете не можно так что сесть рисовать одну тыковку потом вторую тыковку потом третью тыковку что важно здесь дело в том что вот рисуя все эти предметы вы передаете насколько один темнее относительно другого насколько свет падает в каких местах и если это все не сделать в один ансамбль то в принципе работа потеряется если вы это все будете вести одновременно у вас правильно выстроится рисунок где очень четко будет понятно что темнее что светлее по этому работу вот тут я видите уже тон набираю прям сильно потому что я знаю что вот эта часть я туда еще красного добавила но пока рано пока рано подсушим немножко и еще тут надо помнить что так как нам этот фонарик дает дает свой свет то нам нужно еще сейчас немножко его внутренний свет сделать то есть свет будет от фонаря чуть чуть вот сюда тоже перейдем главное чтобы он не слился вот так тут будет неровный и сюда немножко тоже я фантазирую конечно такого не может быть но пускай будет как-то необычно правда вот мы потом его утемним хорошо мне нравится сейчас я сделаю темную сторону темную сторону этой большой тыквы она у нас как бы главная а потом буду и к остальным переходить тут очень важно чтобы она цвет не влился в другой потому что все сырое все влажное так ну вот в принципе друзья и все основное как бы я вам рассказала что вспомню еще скажу в принципе для начала и не надо много потому что правильно говорят многие учителя даже помню мою учительницу по математике она всегда говорила свой опыт это всегда свой опыт поэтому только сделав свои собственные ошибки мы начинаем учиться поэтому простите за шумы окна все открыты реально очень-очень жарко вот поэтому конечно теоретически всегда всегда полезно что-то новое послушать но только сев сам за стол взяв кисточку можно научиться только так ну вот как-то так теперь потерялся вот этот вот листик но мы его тоже потом еще добавим и я туда добавлю еще ягодки но их в самый последний момент они не сложно вырисовываются теперь друзья наверное включу вам музыку и очень быстро покажу как я дорисовываю этот рисунок он будет простой он будет тоже как АТС карта ну конечно так как говорю я на вот таких маленьких не люблю рисовать я решила уже все таки это то что ж такое это вот все таки это уже более такая композиционная работа и я решила немножко больше дать дать пространство видите опять подмываю видите то есть в принципе тут вы уже можете играть вот этой вот возможностью бумаги и переходить в полутона какие вам нравятся но опять же бумага должна позволить это делать потому как подмывание используется не только когда ты что-то ошибся а еще и как техника ну вот в общем то и все друзья сейчас покажу вам как я закончу эту работу и что в конце концов получится включу музыку отдыхайте смотрите и вернусь к вам когда уже все будет закончено и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok